Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о контактах и ченнелинге, о информации из тонкого плана. И сегодня будет конкретно рекламный ролик, поэтому выключаем те, кому это неинтересно, кому интересно, оставляем. Что за реклама? Реклама нового курса. Новый курс, который рожден в процессе экспериментов и, по сути дела, заявлен по многочисленным просьбам тех, кто пишет к нам и хочет точно так же научиться ченнелингу и контактам. Онлайн-курс этот не планируется. Вообще онлайн мы не планируем работу, потому что речь все время идет о глубинных измененных состояниях сознания, о внутренних состояниях сознания. Когда у человека задействовано восприятие, все каналы восприятия работают. То есть нельзя отрубить только визуальные и видео, и слух, а все остальное выбросить, когда мы работаем, например, онлайн. В данном случае речь идет о том, что мы работаем достаточно глубинно, а достаточно глубинно все равно требуется находиться в области досягаемости, то есть чтобы присутствовал физический контакт. Тела идут на подстройки. Во многих случаях идет якорение состояния через подстройку. Что мы будем делать на курсе ченнелинг и контакты, информация и тонкий план? На этом курсе мы рассмотрим техники перехода из мира внешнего в мир внутренний, выключение, научимся различать разницу между чувствами, ощущениями и состояниями. То есть в мире внутреннем мы уже начнем вводить градацию определенную. Наработаем опыт осознавания каждого из параметров в отдельности, который определяет определенные тонкие моменты, настроечные наши, для того, чтобы мы под задачу могли что-то выполнять. А ведь ченнелинг и контакты – это все лишь одна из задач. Научимся расконцентрироваться, погружаться во внутренний мир. Научимся удерживать длительное время внимания, не засыпать, не вырубаться, не отключаться. Научимся и будем использовать определенные мелкие фишки для того, чтобы запускать систему образов, рождение образов у нас в голове, при наличии полной тишины, да, то есть отключение мыслей и включение системы мыслей образов, перевод программы ума в режим дешифрации информации – это все нам понадобится. Поэтому вот эти вещи мы четко оттренируем, это практические вещи. Кроме того, мы будем управлять внутренним, учиться управлять внутренним состоянием. То есть я дам два варианта, да, два варианта – через воспоминание, либо прямое управление. И вы в зависимости от того, на какой стадии будете находиться, будете это дело сами использовать. Мы научимся осознанно управлять своим энергообменом в те моменты, когда мы начинаем взаимодействие, контакт, ченнелинг. В тех случаях, когда у нас будут рождаться страхи, мы научимся работать, как с ними поступать, да. Мы научимся работать с сомнениями. Это отдельная техника, то есть сомнения – это очень большой, такой неприятный момент в экстрасенсорике, который может губить вообще целые информационные пласты, да, то есть переводить их из разряда объективного в разряд необъективного. Поэтому вот этот блок сомнений мы рассмотрим отдельно, дам технику на работу с ними. И раздел сомнений, он за собой, как правило, тянет сдвоенные программы. Я научу, как работать со сдвоенными программами, которые всплывают и мешают углубляться человеку, да. То есть мы работаем со своим программным обеспечением для того, чтобы входить глубже в определенное состояние. Мы отработаем осознанного наблюдателя, как выходить в состояние наблюдения быстро и эффективно. И эти вещи, кому надо, заикарит. Кто-то научится и поймет сам принцип действия, как это все делать самостоятельно. И научимся выходить на контакт и держать этот контакт длительное время, да. Причем это все по требованию. Хочешь сам, хочешь, когда тебя ведут. Когда тебя ведут, намного проще, да, и учиться тогда намного проще. Из ключевых моментов, из тех людей, которые будут присутствовать на курсе, обязательно будет задета система ценностей, концепций, система мировосприятия, и она пошатнется. Она пошатнется, чтобы человек мог увидеть ее целостно, как у него работает программное обеспечение в голове. И потом под задачу он сможет менять концепции, как ему захочется, как ему выгодно, да. То есть у человека уже будет опыт проживания, это видение из определенных внутренних состояний сознания, как эти вещи, как призма, искажают видение внешнего мира, или точно так же видение тонкого мира, да. И в дальнейшем модели концептуальные он сможет выбирать сам. Мы рассмотрим планы бытия и иерархии. Для чего? Мы будем смотреть те концепции, которые уже существуют в экстрасенсорике, и те концепции, которые уже существуют в науке, да, той же квантовой физике. Для чего? Для того, чтобы в какой-то момент мы могли их по требованию менять, да, для того, чтобы прорваться к нужной нам информации. Надо эти вещи научиться различать для того, чтобы потом этот мусор выбрасывать, да. Мы научимся взаимодействию, если мы, так случилось, что мы зашли через иерархический подход, и научимся ходить напрямую в тонкий план, для того, чтобы не выстраивать, не нагромождать иерархии. То есть конкретно под задачу пришли, то, что нам взяли, надо взяли и ушли. В первый же день, это все я рассказываю пока первый день, в первый день мы будем еще практически отработаем 3-4 ченнелинга в качестве практики, поэтому все, что касается контактов на ченнелинг, можете предлагать, мне на самом деле абсолютно без разницы, с кем вести вас и разговаривать, и с кем общаться, да, откуда брать информацию. Особенно первый день, когда вот все эти настроечные вещи идут, когда мы еще не фиксируем объективность информации. И те состояния, которые вы сочтете успешными, мы просто заикарим, и я научу вас стать якорь, чтобы вы в дальнейшем этими якорями могли пользоваться, якорить то, что вам нравится, да. То есть это практическая ваша работа для того, чтобы вы могли уметь это делать. Следующий день, второй день, он у нас будет называться «Объективность получаемой информации и закладка нужной». То есть мы все-таки подойдем к техникам влияния. Это моя фишка, я их очень люблю. Вот уже сейчас в Германии выходит моя книга, вторая конкретно по техникам влияния, такая жесткая книга. Но здесь я тоже не удержалась, и кусочек я туда все-таки вставлю в этот день. Здесь мы будем рассматривать важность уметь собрать свое целостное «я» и какие возможности при этом открываются при работе с объективной информацией, для того, чтобы информация была объективной, скажем так. Как наработать объективность, когда берешь информацию из тонкого плана? Тонкий план – это жулики еще те, да, и причем, вы же понимаете, это же продукт нашей психики, и этот продукт нашей психики очень часто жуликоватый. Есть о чем задуматься. Так вот, как брать именно объективную информацию из этого тонкого плана? Я дам технику, как определять, жив человек или мертв. Это хорошая техника, у нее достаточно высокая достоверность определения. То есть порядка 90% попаданий идет, когда ты определяешь, человек еще жив или он мертв. Можно по фотографии, можно по образу, по запросу и так далее. То есть эта техника будет. Кроме того, из жестких вещей будут эмпатийные контакты с живыми и мертвыми. То есть с тонким планом можно контачить как с позиции общения, можно контачить с позиции наблюдения, а можно одеть тело на себя. Интересно, да? Вот тогда пойдут эмпатийные вещи. При объективности, когда мы берем информацию именно на объективность, эмпатийные вещи очень важны. Это один из очень достоверных каналов восприятия. Я научу, как одевать чужое тело на себя. Как расшаривать пространство с целью получить образ, где находится, например, это тело. Да? То есть чтобы образы пошли. Что чувствовал, что происходило, какие картины рождаются. И чтобы мы могли эти техники компилировать. Вот я в теле, вот я вне тела, вот я в позиции наблюдателя. Да? Вот эти вот вещи, чтобы работали автоматически. С какого угла восприятия вы хотите взять информацию, туда и задвигаете точку сборки. То есть нету фиксированной техники. Это все будет компилироваться. Мы это все будем учиться делать на практике. Поэтому задания я под это дело подберу, чтобы были интересные, чтобы вам самим вот эти все контакты были интересны. Кроме того, если речь идет об одевании чужого тела на себя, мы поговорим о технике безопасности. Как вместе с этим телом потом не приобрести себе кучу неприятностей. И что делать, если уже попали, да? То есть вы уже где-то в интернете смотрелись и просто бомбанули. И потом начинаете страдать какими-то недугами, которых у вас не было и которых вы не хотите иметь. Да? Вроде как они вас не ожидали. Ну почему-то же они за вас зацепились. Случайно, наверное, да? Дальше. В этот курс мне очень хочется вставить, если группа пойдет нормальная по восприятию, то я бы сюда вставила еще работу по параллельным реальностям. Блок такой. Блок очень хороший. Я его в прямой эфир пока не выдавала и не стремилась выдавать. Но наработки определенные есть. Этот блок называется «Параллельные реальности». И мы возьмем моменты от рождения параллели до схлопывания, да? Мы рассмотрим, что такое точка бифуркации. Мы попробуем научиться различать, когда у нас были точки бифуркации, ходить в прошлое, в регресс, да? Искать в прошлом такую точку. И дальше я расскажу вам, дам технику, как схлопываются параллели. Зачем это надо? Ну, зачем это надо? Магия, она всегда предполагает высвобождение энергетического ресурса и встраивание в свою текущую жизнь. Бах! И на результат. И вот оно случайно так получилось. Прилетела такая удача к нам. Вот. Дальше. Научу, как входить в контакт с собой. Почему в контакт с собой интересен? Потому что в контакте с собой у нас заложены психические ресурсы. И есть моменты, когда нам надо немножко подсаморегулировать свои настройки, когда мы устали, или когда у нас нет сил, или когда у нас все плохо. Вот эти вот вещи мы все-таки проработаем. Как заниматься саморегуляцией? Быстрые простые варианты, простые приемы. Через контакт с собой. И через контакт с собой, как вообще входить в контакт с любым персонажем, когда есть я, а все персонажи есть продукты моей психики. Вот с точки зрения объективности информации, мне вот этот вариант наиболее всех нравится. Потому что это уже когда мы выбрасываем все техники. Да, и просто имеем результат. Дальше. Вот с этой точки, вот с этой точки, мы уже сможем работать с живыми персонажами. Вот с этой точки начинаются влияния. Мы рассмотрим, я дам всего лишь одну технику, самую простую. Самую простую, но она будет идти через целостность, через контакт с собой. То есть выход из этой точки будет. Никаких материальных, тонкоматериальных планов не будет. Никаких законов мы еще в себе рождать не будем. Мы напрямую будем идти и закладывать в перо выделяющегося из нас персонажа ту информацию, которую мы хотим, чтобы она проявилась в нашей жизни именно с этим персонажем. Вот. Эту технику я дам. То есть здесь определенная техническая база нужна. Кроме того, во второй день мы опять-таки сделаем 3-4 контакта и ченнелинга в качестве практики. Наработаем личный опыт. Заякарим те состояния, которые нам понравились. Опять-таки повторюсь, контактов, персонажей для ченнелинга, для контактов вы можете предлагать своих. Может кто-то хочет пообщаться со своим там умершим родственником. Может кто-то хочет пообщаться там с какими-то видными деятелями науки и культуры. Может кто-то хочет задать вопросы Тесла. Может быть кто-то захочет задать вопросы еще кому-то. Кто-то захочет пообщаться с архангелом Михаилом Гавриилом и так далее. Ангелами и так далее. Кто захотите. Кто захотите. Единственное, господа, Я хочу предупредить сразу, те концепции, которые существуют в мире по ченнелингу и по контактам, в чем сложность этого курса, почему я его и не хотела выдавать долго на широкую аудиторию, и вот выдала на самом деле, его написала только после третьего конкретно звонка с просьбой. Потому что очень важно отличить шизофрению и управляемое состояние. Смотрите, все, что касается тонкого плана, в наших представлениях, в представлениях социума, выглядит каким образом. Я сижу и вдруг вижу некую тонкую тень, которая приходит ко мне на боковом зрении, либо же на закрытых глазах, и пугает меня. И потом эта тень должна мне начать выдавать объективную информацию. Вот это призрак пришел тете Дуси, и эта тетя Дуси сейчас мне станцует. Понимаете, битва экстрасенсов, это все, конечно, посеяло вот этих тетя Дусь и баб Мань в головах у людей, и есть такое представление насчет тонкого плана. Вот эти вот рождаемые персонажи, которые как бы существуют у вас в реальности, это уже шизофрения. То есть те персонажи, которых видите только вы, но не видят все другие. Если в обычном повседневном состоянии, в активном, эти персонажи существуют в вашей жизни, и только в вашей жизни, даже если они тонкоматериальные розовые слоны, это уже шизофрения. Я не за то, чтобы делать из здоровых людей шизофреников. Я за то, чтобы у людей были определенные ресурсы слышать себя и понимать, какие костыли мы берем из себя для того, чтобы получить ту или иную информацию под задачу. Потому что вы же понимаете, абсолютно весь проявленный мир – это продукт нашей психики. И все остальное лежит лишь в концепциях игры, как мы будем с этим миром взаимодействовать для того, чтобы. Опять-таки под задачу. Поэтому для того, чтобы не было шизофрении, не было каких-то таких моментов улетных, возможно, придется многим изменить свои представления о том, как все-таки ведется работа. И эти представления могут пошатнуть ваши устойчивые убеждения по поводу имеющихся представлений в обществе об экстрасенсорике. Это все будет на курсе. Об этих вещах мы будем говорить. Вы это все будете проживать на собственном опыте, в управляемом режиме. Ну и после этого я надеюсь, что многие вопросы по поводу контактерства, ченнелинга и так далее, по поводу своих собственных ресурсов и возможностей у вас отпадут. И многим после этого наверняка захочется углубиться и изучать темы, не просто там темы гипноза и сомнамбулизма, а темы парасомнамбулизма и тех информационных возможностей, которые открываются после того, как человек зашел за 3-3 и ввалился в те роли, которые он может предложить другому человеку или придумать себе любые варианты этого театра. С вами была я, Наталья Зайцева. Я вас жду на курсе, на своем, который состоится в ближайшее время, двухдневный семинар по контактам и ченнелингу. Вести его буду в этот раз я. Благодарю вас за внимание. До встречи.